приветствую вас посетители моего видеоканала с вами вновь я ирина назукина мы с вами уже знакомы и сегодня я как раз хочу записать короткое видео которое представляла перед этим разделе знакомства это как раз таки о дружбе подругах институте подружки потому что на самом деле институт подруги он был есть и будет его никто не отменял другое дело как мы к этому относимся как мы это понимаем для каждого это какое-то свое сокровенное понятие я опубликовала на своей страничке здесь на звуки на про как раз таки пост о том как я отношусь к дружбе для меня это прежде всего честность правдивость открытость и прийти на помощь тогда когда этого от тебя ожидают как поется в детской песенке помните друг в беде не бросит лишнего не спросит потому что настоящий верный друг вот такое у меня отношение к дружбе на самом деле в своем посте я задавала вопрос а как вы считаете если ты настоящий друг подруга вы всегда говорите правду или возможно в каких-то моментах пытаетесь ее скрыть или где-то применяете лезть возможно иногда лукавите я скажу честно для меня дружба это дружба это значит быть честным по отношению к себе по отношению к другим говорить правду несмотря на то что она бывает иногда горькой иногда неприятной но не просто сказать правду да а дать человеку в этот момент опору и поддержку и ту помощь в которой он нуждается то есть если вы сказали правду и понимаете что это правда человека ранит что он не может выйти из этой ситуации как раз таки дать ему поддержку опору и помощь но горькая правда недаром говорят да наши мудрые предки лучше чем сладкая ложь так вот я задавала вопрос сказать правду или скрыть перейти налезть утаить и мнение разделились многие конечно писали что да сказать правду но корректно да безусловно корректно но знаете что я хочу сказать иногда бывают такие ситуации в жизни потому что я точно знаю даже по отношению к себе самой что правду приходится говорить иногда резко для того чтобы человек тебя услышал и ему во благо да корректность конечно же она превалирует но иногда бывают и такие ситуации когда нужно сказать резко и в лоб для того чтобы отрезвить чтобы человек тебя услышал и конечно же подружки да подружки подруги для меня их у меня мало я могу сказать честно и открыто почему потому что понятие дружба для меня это вот такое вот оно святое нечто особенное потому что я отношусь к людям так как хочу чтобы они относились ко мне и не всякий это выдерживает потому что это накладывает некие обязательство на человека да то есть он допринимает правила по которым как говорится мы будем общаться жить и взаимодействовать взаимодействовать не каждый это может принять и понять а тем более вот эту такую честность открытость но я считаю что если это настоящий друг то кто как не друг скажет тебе правду потому что я тебя люблю я отношусь к тебе так как отношусь к себе самой и поэтому да говорю тебе правду но не просто говорю и раню обижаю но и даю тебе поддержку говорю правду и в радости и в горести и смотрю что в этой ситуации можно человеку дать чем помочь поддержать направить подбодрить потому что получается так что когда у тебя счастье и радость то вроде как и друзей много а когда ты в горести как раз и познается кто такой вот настоящий друг кто рядом с тобой идет по жизни это мое субъективное мнение я ни в коем случае не призываю всех там под свои знамена но хочу сказать что да если ты человека любишь и во благо конечно же ты будешь говорить правду да ты будешь говорить ее корректно да если есть такой момент когда нужно это сделать резко и в лоб да ты будешь это делать иногда кстати подруги все таки это подруги и их мнение иногда бывает не совсем объективное это тоже случается на самом деле что же делать в такой ситуации выход тоже и здесь есть и возможно вам покажется странным но иногда люди с которыми вы пересеклись один два раза то есть не близкие не друзья а возможно вообще даже незнакомые люди они приходят на помощь вот в трудной ситуации и помогают несмотря на то что они как говорится не примыкают вот в стан в институт подружки все таки um все